Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня на ваши вопросы отвечаю я, ректор школы Островед Анна Семёнова. И сегодня мы поговорим о таком простом астрологическом понятии, как дни недели. Тем более, что несколько очень интересных вопросов на эту тему как раз поступило. Первый вопрос. Почему в каждый день недели жизнь человека протекает не одинаково? Пятница явно отличается от субботы, а суббота от понедельника. Действительно, активные люди могут заметить, что один день не похож на другой. И действительно, в астрологии существует такое понятие, как астрологический период, который равен 7 дням. Это наша с вами известная неделя, 7-дневная от понедельника до воскресенья. Почему дни такие разные? Все очень просто. За каждый день отвечает своя определенная планета. И каждый день поэтому окрашен кармой этой планеты, энергией этой планеты. Луна, например, окрашивается энергией понедельника, первый день недели. Вторник — это день Марса, среда — это день Меркурия, четверг — день Юпитера, далее идет Венера, пятница — наш самый любимый день. Суббота — Сатурн и, наконец-то, воскресенье — это Солнце. Правда, мы сейчас начинаем свою неделю с понедельника, но раньше все начинали свою неделю именно с воскресенья, с солнечного дня. Именно солнечный день, воскресный день задает тон всей следующей недели. Но каждый день в течение недели из этих энергий он естественным образом отличается. Поэтому подмечено правильно, так оно и есть. Какие дела наиболее успешны в определенные дни недели? Что в какой день лучше делать? Планеты у нас разные, энергии у них разные. Есть три планеты, которые называют позитивными планетами. Это Солнце, это Меркурий и Юпитер. Это, значит, воскресенье у нас, среда и четверг. То есть три самых позитивных дня в неделе, когда нужно начинать новые дела, какие-то очень серьезные проекты запускать. Поэтому именно в эти дни самые такие серьезные, важные дела можно делать. Позитивные дела, которые требуют успешного результата. Понедельник и пятница — это Луна и Венера, это дни более спокойные. Поэтому в эти дни тоже нужно поспокойнее себя вести, потому что Луна и Венера обладают определенной двойственностью. Это такие женские планеты, поэтому такая есть некоторая волнительность в эти дни. Поэтому лучше что-то серьезное такое, может быть, не продвигать. Больше эти дни посвятить взаимоотношениям с другими людьми. Потому что Луна и Венера — это планеты отношений, планеты любви. А отношения — это, в общем-то, самое главное у нас. Нет отношений, нет и успешности, нет успешного результата. И не зря понедельник — это день начала недели Луны, а пятница — это день завершения рабочей недели. О чем это нам может сказать? О том, что перед тем, как что-то делать, как начинать новую неделю, новое дело, мы должны установить правильное взаимоотношение. Поэтому понедельник — это день установления взаимоотношений. И дальше начинаем уже действовать. А пятница — это последний день недели. Нужно не думать о том, как мы будем хорошо расслабляться после работы. Нужно думать о том, чтобы правильно завершить рабочую неделю, чтобы отношения сохранились. Потому что есть такое известное понимание ведическое, что если даже дело очень успешно закончилось, если мы в количественном плане достигли больших успехов, но при этом отношения разрушились наши, значит, все дело в минус. К сожалению, даже эти хорошие успехи физически принесут нам одни неприятности. Поэтому взаимоотношения — это главное. И об этом тоже нужно помнить в эти два дня. И, наконец, у нас есть еще два дня. Это вторник и суббота. Это вторник — день Марса. Воинственный такой день. Очень трудный день. И суббота — день Сатурна. День Сатурна, поэтому, естественно, в эти дни очень трудно начинать что-то новое, будет много препятствий. Поэтому в эти дни рекомендуется больше работать над собой, над своими какими-то проблемами, такой внутренней работе посвятить, размышлениям, внутренней работе, какие-то выводы делать и так далее. Причем выводы именно в день Сатурна, в субботу, не расслабляться, а именно думать, размышлять, отдавать долги и так далее. Ну а в день Марса он такой более активный, но, опять же, он конфликтный очень. Поэтому нужно следить за собой, контролировать чувства и тоже внутренне работать над своими качествами. Конечно, у нас есть, иногда бывают дела, когда мы должны как-то побороться, это будет правильно. Эти дни тоже так же можно выбрать для борьбы, особенно вот вторник, день Марса. Но какие-то такие важные долгосрочные дела не рекомендуется в этот день начинать. Потому что будет много препятствий и проблем. И, скорее всего, конфликтно все это будет проходить. Ну и самое главное, есть у нас еще и духовные дела, у нас есть духовная практика. И, как говорится в нашей школе, островед, нет плохих дат для хороших дел. Это означает, что духовной практикой можно заниматься в любой день. Поэтому, если вы одухотворяете свою деятельность, уже вот эта карма дня, она становится неважной. Поэтому духовными делами можно заниматься всегда. И это будет всегда благоприятно, естественно. И так же и позитивными, такими простыми делами тоже можно заниматься каждый день. Не важно, что вторник на дворе, бабушке место в метро или в автобусе уступить всегда будет правильным делом. Не важно, какой день. Имейте это тоже в виду. То есть не нужно слишком сильно зацикливаться на астрологических правилах. Маленькие добрые дела творите, пожалуйста, ежедневно, ежеминутно, и будет вам счастье в этом плане. Все планеты будут только аплодировать. Есть ли смысл носить одежду разного цвета в соответствии с днями недели? Одинаково ли влияют цвета одежды на мужчин и на женщин? Но не одинаково, да. У мужчин и женщин разная психология, поэтому мужчины как-то более стабильные, у них разум, логика, такие включены. Поэтому им как-то купил один синий костюм или коричневый, и ходишь весь сезон в этом костюме, только галстуки меняешь, может быть, и то. Женщинам посложнее. Женщин больше развита интуитивно, это такая творческая сторона сознания, поэтому им надо как-то, они, скажем так, больше чувствуют карму, больше чувствуют вот эти вот энергии, ощущают. Если что-то не так, если женщина не вписывается по самому виду в эти энергии дня, она может себя очень некомфортно ощущать, поэтому женщины больше это чувствуют, конечно. Также есть и творческие мужчины, которые тоже чувствуют так же, у них такое женское чутьё. Но так или иначе, в целом, женщины больше подвержены всем этим энергиям, им поэтому можно разнообразие проявлять, одеваться каждый раз по-разному, никакой проблемы в этом нет. Есть ли смысл носить одежду разного цвета каждый день, что-то менять? Ну, это тоже, наверное, перебор. Я думаю, что просто нужно руководствоваться своими ощущениями внутренними. Если хочется красное одеть вот именно на этой неделе, одеваем красное. Вот я сегодня красным оделась. Хочем синее одеть, одеваем синее. Никакой проблемы нет. То есть нужно просто свое внутреннее ощущение как-то вот приводить в соответствие с внешней средой. слишком прям так чётко, строго следовать этим правилам смысла нет, потому что самое главное, чем мы можем поменять свою судьбу, это всё-таки внутренние перемены, это работа над своими качествами, это практика духовная, саморазвитие, общение с мудрецами. Просто смена цвета рубашки, она, к сожалению, нашу жизнь капитально не изменит. Ну, она может быть сделать день чуть-чуть повеселее, но только и всего. Никаких проблем концептуальных она, конечно, в нашей жизни не решит. Это новая рубашка другого цвета. Поэтому увлекаться этим тоже не стоит. Слишком сильно. Лучше сосредоточиться на том, чтобы сменить цвет своего сознания. Это будет гораздо более интересным делом, чем просто менять рубашки или платье. В какой день недели лучше всего жениться, а в какой разводиться? Ну, действительно, свадьба это такой серьезный момент, который влияет на всю жизнь, поэтому тут важно подобрать день благоприятный. Если говорить в общем, не привязывает к конкретным каким-то астрологическим показателям семей, то самые две главные планеты, которые дают все благословения, это Юпитер и Меркурий. Поэтому это среда-четверг в плане дней недели. Также для некоторых может подходить понедельник и пятница, но это уже так. Может подходить, может не подходить. Но всегда и четверг это всегда такие самые правильные дни. Интересно, что в основном семьи сейчас создаются в субботу, в ЗАГСе. Это день Сатурна, день неблагоприятный для создания семьи, может быть, поэтому столько много проблем потом у этих семей возникает. Думайте об этом тоже, если хотите астрологию применить, применять в своей жизни. В какой день лучше разводиться? Ни в какой. Развод это греховное действие, поэтому нет лучших дней, нет хороших дней для совершения дурных поступков, скажем так. Поэтому какую бы вы планету там ни подбирали, все равно все кончится плохо и придут последствия за развод. Поэтому развод я в принципе не советую никому, потому что придется пожинать плоды этого действия. Такой интересный вопрос, отличается ли понедельник в начале месяца от понедельника в конце месяца? Отличается. Действительно, понедельник, понедельник урознь, равно как и другой день тоже, и вторник, вторник урознь и так далее. Почему? Потому что месяц это тоже такой более большой астрологический период, и мы знаем, что Солнце и Луна это две самые главные планеты, которые оказывают наибольшее влияние и физическое на Землю, и такие знаковые планеты для астрологии, они движутся. Так или иначе, Солнце проходит за месяц, целый знак зодиака меняет, поэтому понедельник начало месяца это один знак зодиака, естественно, понедельник конца месяца это уже другой зодиак, это чуть-чуть другой понедельник, чуть-чуть другое солнышко уже в этот день. Луна тоже, она в принципе за месяц проходит весь зодиакальный круг, поэтому она тоже каждый день меняет, меняется своё настроение, поэтому тоже, конечно, дни отличаются, но это уже очень тонкие моменты, и в принципе заморачиваться этими моментами не нужно, они имеют значение только именно в астрологических расчётах при подборе благоприятных дат. А так особо заморачиваться не нужно этими вещами, просто читайте наши астрологические прогнозы, и всё будет понятно, что именно нужно делать, на что обращать внимание. Если человеку интересны все эти астрологические тонкости, о которых вы рассказываете, надо ли ему изучать астрологию и где её изучать. Если вам не просто интересны эти тонкости, если вы хотите ещё и помогать людям при помощи астрологии, то, конечно, зачем тратить время зря, нужно поспешить и поступать на обучение, на профессиональное обучение. Школа Островед, она в 2020 году открывает очередной набор четырёхлетнее обучение астрологии, поэтому в нашей школе вы можете все эти тонкости пройти и постичь, и стать настоящими астрологами. Поэтому астрологию всегда изучать полезно, если есть интерес, поскольку астрология оперирует законом кармы, и астролог очень хорошо учится видеть эти причинно-следственные связи. А видение этих причинно-следственных связей в конце концов позволяет понять и более тонкие, и более глубокие причины возникновения тех или иных проблем в нашей жизни, понять, почему так важно духовное развитие, и, естественно, помогать людям. поэтому я приглашаю вас поступать на обучение в школу «Островед». звоните, приходите. Можно позвонить по телефону плюс 7-965-115-15-60, плюс 7-965-115-15-60, и задать уже мне все интересующие вас вопросы. Спасибо вам за ваши вопросы. Если вы хотите задать еще больше вопросов, то вы можете это сделать на нашем форуме go-loko.ru. Жду ваших вопросов и жду вас на наших следующих передачах. Спасибо вам большое и до новых встреч.